Приветствую! Рождество Христово, как и любой другой праздник, имеет свою историю. Но сегодня мы поговорим не о религиозной истории этого праздника, а о его законодательной истории. И вот именно этой, поистине чудесной, рождественской историей я и хочу поделиться. Почему она чудесная? Да потому что только в Рождество 2% может превратиться в 30%. Как вы знаете, для того, чтобы произошли изменения в законодательстве, сначала подается в Верховную Раду законопроект. И к этому законопроекту всегда идет пояснительная записка, в которой объясняется, зачем нужен тот либо иной законопроект. К данному законопроекту тоже шла пояснительная записка, где объяснялось, почему же необходимо предусмотреть Рождество Христово 25 декабря. И в этой записке, ссылочка, кстати, есть в описании к видео, вы можете зайти, все это проверить. Так вот в этой записке указано, что в Украине есть примерно 33 тысячи религиозных общин, и из них 11 тысяч празднуют Рождество 25 декабря. И, конечно же, здесь сознание нам рисует какую картину. В стране 30%, да, ну от 33 тысяч, 11 тысяч, это примерно 30%, да, то есть 30% населения празднуют Рождество 25 декабря. И вполне, конечно, выглядит логичным внести соответствующие изменения в кодекс закона во труде, да, и предусмотреть вот такой праздник Рождество Христово 25 декабря. Но, но пусть сознание нас не обманывает. Нас и так уже здесь, по сути, обманули. Поскольку, если мы разберемся в этом вопросе, то мы увидим, что 11 тысяч религиозных общин – это отнюдь не 30% населения. 30% религиозных общин не равняется 30% населения. Почему я так считаю? Ну, во-первых, в самой пояснительной записке указано, что Рождество празднуется 25 декабря римокатоликами и протестантами. И если мы откроем исследование Центра Разумкова, которое есть у нас в сети на сегодняшний день, то мы увидим, что на тот момент, на момент, когда принимался этот законопроект, по исследованию, количество римокатоликов составляло 1,2% населения, а протестантов 0,8% населения. То есть, на момент, когда подавался этот законопроект, примерно всего лишь 2% населения отмечало Рождество Христово в Украине 25 декабря, по религиозным убеждениям. И вот 2% возникает вопрос, насколько целесообразно ради 2% предусматривать праздник в действующем законодательстве. Вопрос оставим открытым, риторическим. Каждый пусть ответит на него так, как он захочет. И я не буду спорить, с вами это ваша позиция. Но что меня в этом расстраивает, друзья, это то, что государство, это то, что народные избранники, да, вот те так называемые слуги народа применяют вот такие манипуляции, чтобы внести изменения в законодательство и продвинуть свои какие-то идеи, свои мысли. Ведь можно было бы откровенно сказать, зачем нужен этот праздник. И, кстати, пан Турчинов, если посмотреть интернет, да, он потом сказал, когда был принят закон, зачем принимался этот закон. Он честно уже, кстати, сказал, единственный, кто тогда честно сказал об этом. Но все равно осадочек-то остался. Вот эта манипуляция со стороны государства, вот, ну, она неприятна. Друзья, ну за кого вы нас держите? Ну, ведь когда ты читаешь эту записку, если ты хотя бы чуть-чуть думаешь, да, то сразу видно открытые, откровенные манипуляции, которые превращают 2% населения в 30% религиозных общин. И человеку, кажется, да, уже начинает казаться, что это ж 30% людей. Но нет, это не 30% людей, это всего лишь 2% людей. Людей, живущих в Украине, которые празднуют Рождество 25 декабря. Плохо ли то, что появился этот праздник? Ну, конечно же нет, друзья. Любой праздник, это всегда хорошо, это классно, это очередной повод нам отдохнуть, очередной повод встретиться с семьей. И во всей этой истории не нравится мне лишь одно. Вот эти манипуляции со стороны народных депутатов, со стороны государства. Друзья, несмотря на это, независимо от того, как и когда вы празднуете данный святой день, я вам хочу пожелать, чтобы этот день всегда для вас ознаменовался действительно вот этим рождественским, веселым таким праздничным настроением, чтобы это настроение ничего никогда не огорчало и пусть никогда больше, как в этом году, война не огорчает этот праздник. Мира вам, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok